Все поправки бюджет, которые сегодня озвучивались, они направлены, первое, на модернизацию материально-технической базы. Я думаю, что не требует доказательств, что еще лет пять как минимум она будет в ней нуждаться. И второе, привлечение кадров в субъект, дефицит которых был 3000 человек. Сейчас это две, но это такие зоны, которые надо закрывать в ближайшее время. Это первичное звено, участковые терапевты, участковые педиатры и высококвалифицированные специалисты, без которых работа вот того высокотехнологичного оборудования будет малоэффективной. Все это направлено на одну, я думаю, общую для всех цель. Это сохранение здоровья жителей Севастополя. И спорить с этим, наверное, просто бессмысленно. Поэтому, почему не сделано в прошлом году, мы уже говорили о том, нельзя закрыть все больницы на ремонт. Это этапный процесс. И когда выключается часть корпуса какого-то, мы должны иметь возможность переместить этих пациентов для качественного лечения в другой. Поэтому везде это идет поэтапно. Поэтому также поэтапно закладываются средства. Есть свои ступеньки. Сначала проектно-сметная документация, будьте здоровы. Затем капитальный ремонт. Мало того, в конце года наши федеральные ведомства, министерства, отслеживая эффективность освоения субсидий, предлагают нам новые гранты, возможности. Вот такую возможность предложили в отношении постоянного диагностического мониторинга детей с нарушениями слуха. Сегодня они уезжают в Симферополь, а там один сурдолог. И ждут этого обследования 2-3 месяца. Таких детей 450. Но это разве нормально их гонять туда? И причем там оборудование далеко не самое современное. Центр предлагает 50% софинансирования. Ну кто ж от этого отказывается? Инфекционная больница. Любой новый объект здравоохранения надо... Во сне мы видим, чтобы еще выделили деньги и построили нормальные современные больницы. Тут к двум объектам добавляется третий. От нас только требуется проектно-сметная документация. Самое главное, деньги на это есть. Их надо с одного раздела передвинуть на другой. К сожалению, без решения сессии, законодательного собрания это сделать невозможно. Ну, остальные позиции мы уже озвучили. Это софинансирование программы модернизации здравоохранения. Мы ее выполнили. Оборудование уже работает. Осталось в бюджете города предусмотреть софинансирование согласно бюджетному кодексу. К сожалению, пока не наступила 31 декабря, степень освоения средств по модернизации прогнозировать невозможно. Потому что проплаты шли еще 31 декабря до 16 часов включительно. И только в январе стало понятным, какое софинансирование точно нужно заложить. Это есть, опять-таки, деньги, средства на это есть. И мы же не просим дополнительную дотацию федерального центра. С моей точки зрения, и правительство поддерживает, и я думаю, что вся конструктивная часть законодательного собрания тоже поддержит. Социальная сфера, особенно здравоохранение, это зона повышенного внимания, потому что от того, в какой формате и в каком состоянии находится работа отрасли, зависит безопасность всего города. И, может быть, это не оружие, но это другая сторона медали, без которого некому будет работать, некому будет защищать, некому будет учить наших людей. И, самое главное, некому будет приумножать наше население, которое должно преувеличиваться ежегодно на такой большой территории, чтобы его осваивать и превращать в самый красивый город мира. Спасибо. Сумма изменений была озвучена здесь. 87 миллионов – это первый этап. У нас есть предложения еще по последующим двум, но это те критические позиции, которые требуют наибольшего времени для освоения. То есть, понятно, нам нужно привлечь 50 врачей. Мы их за месяц не найдем в Российской Федерации. Для этого нужен поиск, отбор конкурсный, работа комиссий. И поэтому, если эти деньги будут доведены в октябре месяце, они пропадут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...